Доброго времени суток. На связи Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок. Сегодня у нас очень интересный и полезный видеоурок. Я покажу вам, как можно убрать шум с ночной фотографии или не обязательно с ночной, просто где есть шум. И это можно сделать, совершенно не обладая никакими знаниями в фотошопе. Все будет происходить на автомате. Единственное условие, у вас должна быть серия снимков. То есть ваш фотоаппарат должен фотографировать в режиме серийной съемки. Но если у вас в фотоаппарате нет такой настройки, то можно обойти и это условие. Использовать штатив или просто поставить фотоаппарат на какую-то поверхность и фотографировать один и тот же объект несколько раз, при этом стараться не сдвигать фотоаппарат. Таким образом, вы также получите серию снимков. Чем больше будет снимков, тем лучше, но вполне достаточно будет и трех и пяти. Давайте в этом уроке я покажу, как использовать этот прием для того, чтобы убрать шум с фотографий. Получить автоматический снимок практически без шума нам помогут возможности смарт-объектов. Но не пугайтесь, нам совершенно не надо будет заниматься этими смарт-объектами, преобразовать слой смарт-объект, делать какие-то операции и так далее. Все произойдет на полном автомате, но с использованием возможностей смарт-объектов. Итак, перейдем к уроку. Зайдем в автоматизацию, файл, сценарии и выберем такой пункт, как загрузить файлы в стэк. Стэк это просто-напросто стопка файлов. Выбираем. Открывается окошечко загрузить слои. Если бы у вас фотографии были заранее открыты в фотошопе, то вы могли бы нажать на кнопочку «Добавить открытые файлы», которые у меня сейчас не активны, потому что в фотошопе у меня не открыт ни один файл. Поэтому я нажимаю на кнопочку «Обзор», открывается окошечко «Открыть» и вот я сделал в домашних условиях фотографию вот такой книги по фотошопу. Я снимал без всякого штатива, прямо с рук, но использовал серийную съемку. Я выбрал все фотографии, нажимаю кнопочку «Ок». Все файлы у нас загрузились в окошечко «Загрузить слои». Теперь мы с вами обязательно ставим галочку «Попытаться автоматически выровнять исходное изображение», так как я снимал с рук, то эта галочка мне нужна обязательно. И самое главное поставить галочку «Создать смарт-объект после загрузки слоев». Нажимаем «Ок». Фотошоп будет работать. И сейчас мы с вами увидим результат этой команды «Загрузить в стек». Ход выполнения. Вы видите, что фотошоп выравнивает слои. Я нажму пока на кнопочку «Пауза», чтобы не испытывать ваше терпение. Итак, фотошоп завершил работу. Он работал довольно долго. Почему? Дело в том, что у меня была серийная съемка из 15 кадров, поэтому фотошоп так долго и работал. Итак, что же мы получили? Мы видим, что в палитре «Слои» у нас есть смарт-объект. Об этом говорит вот этот значок в нижнем правом углу миниатюры слоя. И также мы видим, что у нас фотошоп проработал и выровнял снимки, которые я сделал. Вот здесь у нас получилась прозрачная область и вот здесь. Прежде чем перейти к устранению шума, а вы видите, что даже при масштабе 16% шум явно виден и на книге и на столе. Если я даже чуть-чуть увеличу масштаб, вы видите, что шум явно проглядывает. Давайте в первую очередь я обрежу снимок, чтобы убрать лишние области, которые мне не нужны. Выберу инструмент «Рамка», выведу курсор за пределы «Снимка» и вначале немножечко поверну, чтобы выровнять книгу. Я щелкнул, удерживаю левую клавишу мыши и поворачиваю. Вот примерно вот таким образом применяю кадрирование «Enter». Вы видите, что сверху у меня осталась прозрачная область. Давайте уберем ее. Щелкаю по снимку при активном инструменте «Рамка», чуть-чуть передвигаю верхнюю рамку трансформации и снизу я также обрежу вот эту черную область, которая совершенно здесь не нужна. Вот таким образом «Enter». Вот что мы получили. Шум явно виден. Теперь давайте применим возможности смарт-объектов. Зайдем в меню «Слои». У нас здесь есть такой пункт, как «Смарт-объект» и большое количество команд для работы с ними. Нас интересует здесь команда «Режим стэка». Вам сейчас не видно, но в этой команде довольно большое количество команд, начиная с «Асимметрия» и заканчивая. Вам не видно, но у себя в фотошопе вы увидите «Энтропия» называется, если я правильно поставил ударение. Наша задача выбрать здесь такую команду, как «Медиана» или «Усреднение». В этом случае у нас произойдет устранение шума. Давайте начнем с «Медианы». «Медиана» вам видна. Команда «Усреднение» не видна. Выбираю «Медиана». Фотошоп начинает работать. Так как файлов много, их 15, как я вам говорил, некоторое время фотошоп будет трудиться над этими снимками. Так, все. Фотошоп закончил работать. Давайте увеличим фотографию немножечко. Масштаб фотографии я увеличил и посмотрим, что у нас было, что у нас стало. Я нажимаю сочетание клавиш «Ctrl-Z». Вот такая шумная у нас была книга и стол. Вот что мы получили. Я нажимаю сочетание клавиш «Ctrl-Z» и вы явно видите огромную разницу между исходным снимком и то, что у нас получилось. При этом никаких знаний фотошопа вам совершенно не нужно. Вот такие замечательные возможности есть у смарт-объектов. Давайте я сделаю в палитре «Слои» снимок для того, чтобы сравнить с другой командой, которую мы с вами применим, а именно «Усреднение». Я нажимаю на значок фотоаппарата и у нас появился снимок один. Теперь опять я перехожу в «Слои», «Смарт-объект», «Режим стэка» и выбираю команду «Усреднение». Вам не видно, но у себя в фотошопе вы увидите. Фотошоп опять работает, но он уже работу свою завершил. В этот раз он отработал гораздо быстрее. Давайте посмотрим, что у нас было. Вот так было, вот так стало. С этой командой фотошоп также отлично справился. Нажмем на значок фотоаппарата и посмотрим. Вот у нас медиана, команда медиана, а вот «Усреднение». Медиана у нас показывает неправильно. Я сделал снимок один, у нас показывает нам картинку неправильно, шумную. Я ошибся и сделал снимок истории шумной фотографии, а не после работы команды медианы. Поэтому я снимок один удалю. Перейду на «Состояние рамка», когда мы с вами два раза применили рамку. И теперь применю команду «Медиана». «Слои», «Смарт-объект», «Режим стека», «Медиана». Фотошоп работает. Немного ждем. Вы видите, «Медиана» работает медленнее, чем «Усреднение». Возможно, результат будет чуть лучше. Вот теперь я нажимаю на значок фотоаппарата, перехожу в палитру «Историю», вверх палитры и смотрю. Вот у нас «Усреднение», вот «Медиана». Увеличим масштаб. Вот «Усреднение», вот «Медиана». Результат практически идентичный. Изменения у нас есть буквально на уровне пикселей. То есть для этой фотографии большого значения не имеет какую команду применять. Но для других снимков разница может быть большой. А теперь можно применить резкость. Вручную я это делать не буду. Открою панель, выберу вкладку «Резкость» и нажму, к примеру, на первую кнопочку «High Pass Sharp». Фотошоп отработал и мы с вами можем посмотреть результат. Вот так у нас было без резкости, вот так с резкостью. Давайте увеличим масштаб фотографии и посмотрим. Вот так было до поднятия резкости, вот так после. Вы видите, что резкость немного поднялась. При необходимости я могу увеличить радиус фильтра «Цветовой контраст», который здесь применялся. Щелкаю у смарт-фильтра по названию «Цветовой контраст» и поставлю, к примеру, вместо двух пикселей поставлю 4. 4 будет, я думаю, много, но просто в учебных целях поставим 4, чтобы явно увидеть результат. Вот так у нас было до, вот так стало после. Вы видите, большая разница и резкость сильно поднялась. Давайте перейдем в смарт-объект и убедимся, что наши все фотографии находятся в целостности и неприкосновенности. Для этого я два раза левой клавишей мыши щелкаю по миниатюре смарт-объекта. У нас открывается соседняя вкладка и мы видим в палитре слои, вот они все 15 исходных снимков и, как вы можете убедиться, они остались у нас в исходном варианте, то есть даже не обрезаны. Поэтому мы можем с вами в любую минуту вернуться к исходным снимкам и что-то здесь подправить. И в результате у нас эти изменения отразятся на самом смарт-объекте. Закроем вкладку и вот мы находимся на исходной фотографии. На этом наш урок окончен. В этом уроке я вам показал замечательный автоматический способ устранения шума с ночных фотографий и с любых других, где есть шум. Спасибо за внимание. А с вами был Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок. Субтитры создавал DimaTorzok